Давно я по пшистой тропе не ходил, Я день его особо не слышал давно. Всероссийский хоровой фестиваль именно любительского творчества, то есть там разные номинации различные, и наши номинации это академические хоры, академическое хоровое пение. В октябре месяце мы были приглашены хором в составе хора в Москву. Эта поездка была связана с тем, что мы выиграли грант. Поездка в Москву, как и все остальные поездки, это всегда очень увлекательное и радостное событие для хора, потому что мы долго готовимся, и хочется показать, что мы отрепетировали, как мы это увидели, произведение, которое, может, некоторым людям уже давно знакомо, ну и само посещение новых городов, встреча с интересными людьми, конечно же, вызывает тоже много положительных эмоций. Фестиваль проходил в несколько этапов, это был региональный этап, затем мы должны были ехать на крупный, такой более уже зональный этап, в город Кострома. Это должно было состояться у нас в апреле, но поскольку вот пандемия, и все было отменено, то дальше фестиваль пошел по пути заочным, то есть мы отправляли видеозаписи, и ждали результатов, собственно, жюри отсматривало, и ждали результатов уже по видеозаписям, выбирали победителей, тех, кто получали грант коллективы в размере 2 миллиона рублей на развитие творческого коллектива. Вот. Надо сказать, что коллективов в нашей номинации было достаточно много, там порядка 60, может, 65 хоровых коллективов со всей страны принимали участие. Ну и как-то не могу сказать, что сильно мы рассчитывали на победу в этом конкурсе, но было очень приятно, когда где-то, по-моему, уже в июле, наверное, мне позвонили из Москвы и сказали, что наш коллектив выиграл. Дальше уже нам нужно было готовиться для того, чтобы ехать на финал в Москву, представлять республику. Ощутили на себе вот этот вот прием, организацию. Значит, нас доставляли там на автобусах, на хороших, и, ну, все было на высшем уровне. Очень понравился концертный зал. Все было настолько по-современному оборудовано. Свет, иллюминация. Все это так у них быстро, профессионально. Девушка с нами там работала все, все у нее там четко. На самом деле большинству ребят запомнился именно уровень того, как работают музыканты и творческие люди в Москве, потому что мы выступали в зале Надежды Бабкиной, концертный зал «Русская песня». И сама атмосфера этого места, технические приспособления, которые используются для работы, все это было для нас очень интересно и увлекательно. И весь этот зал, и все люди, которые готовили, и помогали, все специалисты, которые находятся за сценой, они дали нам такой творческий заряд. Коллективы там были интересные, потому что мы там видели девчонок в форме, гусаров, красавиц, и какие-то там артистов в интересных формах. Все были веселые, молодые, красивые. Коллективы посещали мастер-классы ведущих хоровых дирижеров, да, если говорить о хоровых коллективах. Там были концерты, но мы не смогли поехать на все дни. Мы поехали буквально на два дня туда, потому что это была рабочая неделя, и просто-напросто, поскольку люди, ну, у меня студентов мало, в основном люди рабочие, то есть отпроситься вот так вот почти на целую неделю рабочую, ну, это невозможно было. Я организаторам об этом сообщил, они вошли в положение. Работодатели знают о том, что их работники участвуют в таком замечательном коллективе, как Московский паркарелий, и, может быть, не всегда радостно, но охотно и по возможности отпускают всех, кто хочет отправиться на гастроли. Вы знаете, гастроли с хором – это что-то с чем-то. В каком плане? Конечно же, во-первых, ты отрываешься от семьи, да, ты вот как становишься опять юным мальчишкой, хотя я уже давно уже не мальчишка, в коллективе мужчин, разных возрастов, но мы становимся одинаковыми, мы становимся мальчишками, которые целеустремлены, которые делают одно дело. Поездки в этом смысле, они тоже некий стимул, некий секрет, почему коллектив существует, потому что без поездок, конечно, трудно. А поездки – это всегда переключение. Да, это хоть и работа в плане того, что конкурс – это всегда очень нервно, на гастроли – это всегда очень энергоемко, потому что сольные концерты, если это происходит, это всегда, безусловно, трудно, и с перемещениями, с логистикой связано. Но это одновременно и отдых. Это, в первую очередь, отдых для души, и это возможность, редкая возможность достаточно тесно пообщаться, и очень так хорошо пообщаться по-человечески, по душам, пообщаться, в общем-то, с друзьями, с единомышленниками, с которыми даже во время репетиции, не всегда, потому что тут они приходят на репетицию, я тут быстро их заставляю петь. В общем, тут не до общения особо им. А на гастролях у нас времени слегка и хватает на то, чтобы поговорить по душам, друг друга лучше узнать, и, в общем-то, в некотором смысле, какое такое братство мужское. Есть, конечно. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова